Губернатор Югры ушла на самоизоляцию. В инстаграме Наталья Комарова сообщила, что у нее подтвердился анализ ПЦР на COVID-19. При этом глава региона сообщила, что чувствует себя нормально. Цитирую. Перехожу на удаленку, работаем в онлайне. Пожалуйста, берегите себя, близких и окружающих. Обратилась Наталья Комарова к подписчикам. Отмечу в комментариях, жители округа оставили многочисленные пожелания скорейшего выздоровления губернатору. За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 175 новых случаев заражения коронавирусом. В Фантамансийске заболел 31 человек, в Сургуте 30, 18 новых случаев в Нижневартовске. Диагноз подтвердился у жителей еще 16 муниципалитетов. Общее число заболевших с начала пандемии составило 23 952 случая. Сейчас состояние 47 пациентов медики оценивают как тяжелое. 34 подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период от коронавируса в Югре умерли 200 человек. За сутки выздоровели 102 югорчанина. А за весь период от COVID-19 излечились 21 779 югорчан. Коэффициент распространения инфекции по последним данным на 0,08 выше единицы. Индустриальный парк Югры обзавелся главным резидентом. Компания, которая специализируется на обслуживании и ремонте погружаемой в нефтяные скважины трубной продукции, разместится в производственном цехе на площади в 2500 квадратных метров. Таким образом, на территории индустриального парка формируется современный инновационный нефтесервисный кластер. Сейчас потенциальными резидентами парка являются еще шесть специализированных компаний. В настоящий момент площадь производственного цеха парка составляет 3500 квадратных метров. Объекты индустриального парка вводятся в эксплуатацию постепенно. Полностью проект планируют реализовать к 2022 году. 9 нефтяных котельных в Кандинском районе перевели на альтернативный вид топлива. О результатах развития муниципалитета губернатору в режиме онлайн рассказал глава района Анатолий Дубовик. По его словам, за последние пять лет благодаря модернизации котельных удалось сэкономить 181 миллион рублей. А с учетом текущего топительного периода экономия составит практически 244 миллиона. Таким образом, на территории Кандинского района в эксплуатации остается одна нефтяная котельная в поселке Болчары. Ее планируется модернизировать в ближайшие два года. По словам Анатолия Дубовика, обновление оборудования поможет сэкономить не только средства бюджета, но и жителей. Через переводные котельные, альтернативный вид топлива снижен тариф по услуге теплоснабжения городского поселения Мордка на 5 процентов. А по городскому поселению Бривча будет заворожен до 23% тарифа. За рассматриваемый период на территории района отремонтировано 44 подробных метров сетей. Предприятия, пострадавшие от пандемии, могут получить компенсацию банковской процентной ставки. Правительство Югры выделило на эти цели дополнительно 15 миллионов рублей. Поддержкой уже воспользовались 32 предприятия. Это строительные компании, медицинские клиники, предприятия общепита и социальный бизнес. Такая мера позволила сделать ремонт помещений, закупить новое оборудование, расширить возможности своего бизнеса, несмотря на пандемию. В Югре предпринимателям помогают в рамках нацпроекта малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Отмечу максимальная сумма компенсации банковской процентной ставки одному субъекту составляет не более 120 тысяч рублей. Отделение пенсионного фонда по Югре подвело итоги по выплатам семьям. Речь идет о ежемесячных выплатах в 5 тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет и единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Всего за выплатами обратились более 300 тысяч семей. 85 тысяч из них написали заявление на получение выплаты в 5 тысяч рублей, остальные 240 в 10 тысяч. Общая сумма выплат составила 7 миллиардов рублей. Известно также, что 3 миллиарда пошли на выплаты югорчанам, которые взяли детей на усыновление, попечение и под опекунство. Эти выплаты предоставлялись в беззаявительной форме. Уличные фото-выставки, фан-зона для любителей комиксов и музыка для детей с аутизмом. В Югре продолжают принимать заявки на гранд-губернатора. Теперь для реализации своей идеи не нужно создавать общественную организацию. Любой человек старше 14 лет может предложить свою инициативу для реализации и получить на нее обоплощение до 250 тысяч рублей. Для участников конкурса прошли обучающие курсы от Центра гражданских инициатив. К примеру, Евгений Тимкин из Нефтьюганска предлагает установить в городе 10 велопарковок, чтобы у горожан было больше условий пересеть с авто на велосипед. Отмечу свою идею, можно предложить до 16 октября. Проект велопарковки создаст предпосылки для развития велосипедной инфраструктуры в городе, а также пропагандирует здоровый образ жизни и, соответственно, улучшает экологию в городе. Нужно подгрузить справочку с налоговой о том, что у тебя нет задолженности, как у физического лица. И у нас сейчас наши потенциальные участники пошли в налоговую заказывать справочки и выяснилось, что там где-то 15 копеек, прям вот пение, о котором человек даже не знал. А справочку дают, либо есть задолженность, либо нет. И поэтому, чтобы получить новую справку, нужно еще 5 рабочих дней. В общем, это идет время. Расселение аварийных домов, архитектура и дизайн городов. Стала известна тема пятничного прямого эфира губернатора Югры в Инстаграме. Онлайн-встречу 9 октября посвятят жилью и городской среде. Модераторами эфира будут блогеры, архитекторы и урбанисты. К разговору также присоединяются застройщики, представители ипотечного агентства Югры, региональные службы по тарифам, а также руководители муниципалитетов и департаментов. Свои вопросы югорчане могут оставлять в Инстаграме главы региона, а также на страницах модераторов и в группе Югра ВКонтакте. Самые актуальные из них зададут во время прямого эфира. На остальные компетентные ответы дадут органы власти. Нарушителей задержали на мостах Югры. На переправах прошли учения Уральского филиала Управления ведомственной охраны Министерства транспорта. По легенде, неизвестный проник в охраняемую зону к опорам моста, где его задержали стрелки ведомственной охраны. Также охрана отработала действия при обнаружении подозрительного предмета. Проверили работоспособность системы оповещения и видеонаблюдения. Отмечу, Уральский филиал управления ведомственной охраны Минтранс России обеспечивает безопасность стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры. Это периметры аэропортов, автовокзалы, речные порты и мосты на территории Урфо. С начала года сотрудники филиала пресекли более 900 различных нарушений на транспортных объектах. 90 юбилейных прыжков. Хантамансийские студенты присоединились к окружной акции за рекордом. Несколько десятков молодых людей поздравили округ с юбилеем. Они сделали 90 символических прыжков на необычной скакалке. Она сделана из оптоволоконного кабеля. С его помощью интернет попадает в дома югорчан. Отмечу, что в этом году все города и районы округа получили доступ ко всемирной паутине по оптоволоконной линии. Одним из организаторов акции выступил Ростелеком. В общей сложности компания проложила более 25 тысяч километров оптоволокна по всему региону. Высокая скорость, качество и надежность соединения, они очень актуальны для всех, в том числе для школьников, для студентов. Особенно актуальны в период пандемии, когда становится востребованным дистанционный формат обучения. Был очень рад принять участие в таком флешмобе. Принимаю, конечно, его впервые. Впервые удалось также попрыгать на оптоволоконной скакалке. Хочу сказать, что скорость, конечно, увеличивается, практически достигает скорости света. Ну и хочу передать эстафету всем студентам Югры. Хоккеисты Югры празднуют победу. После двух неудачных матчей на домашнем льду Югра уверенно обыграла казанский барс. По словам главного тренера нашей команды Вадима Япончинцева, в этом свою роль сыграли бомбардиры. Они забили нужные голы и победили со счетом 5-1. В активе подопечных Вадима Япончинцева теперь 14 очков. Следующий матч на арене Югра команда проведет 10 октября против пензенского Дизеля. Отмечу, в связи с ЭПИД обстановкой, игры проходят без зрителей. Все матчи домашней серии можно посмотреть в эфире телеканала Югра. Третий хороший период, добавили в движение, поймали соперников на контратаках. Выходы 2-1, пошли в 1-0 много. Не много, но достаточно. Чусоветин забил хороший гол. Порадовал, порадовал. А сейчас на третий период и по движению. Самое главное сыграли грамотно и правильно его бороть. Субтитры создавал DimaTorzok